Всем привет! С вами снова я, Екатерина Исупова, руководитель детской студии «Аниматика». Поздравляю вас! Вот мы и дошли до последнего этапа создания вашего первого пластилинового мультфильма. Вы научились писать сценарий и разобрали, что такое раскадровка и как она важна. Отрисовали героев в нескольких видах и легко их слепили с пастелина. Также смогли озвучить своих персонажей и подобрать необходимую музыку. И осталось только смонтировать ваш мультфильм. Сейчас существует множество различных программ и приложений на телефонах, которые смогут вам в этом помочь. И прежде чем приступить к монтажу, обязательно обработайте все отснятые вами кадры и убедитесь, что их качества соответствуют вашим требованиям. Если обработка все же требуется, используйте программы, которые позволяют редактировать большое количество фотографий одновременно. Когда ваше фото готово, импортируйте снимки в любую программу для монтажа и перенесите их в таймлайн, линия времени. Так вы можете управлять длительностью, частотой кадров. Чтобы сделать свою покадровую анимацию более презентабельной, создайте заставку вашего мультфильма, как он будет у вас называться. Добавьте плавные переходы и титры. Если вы создаете анимацию в первый раз, лучше использовать простые программы для монтажа. Уверена, вы справитесь и с этим этапом. И когда ваш мультик будет готов, вы покажете его своим родным и друзьям. Вот и завершился ряд видеозанятий по созданию вашего первого самостоятельного анимационного пластилинового фильма. А в следующем видеозанятии я расскажу, из каких материалов можно создавать героев помимо пластилина. Увидимся через неделю. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»